Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренний в серебряной рассе. Так, ну начнём с приветствий. Всем привет, добрый вечер, всем привет. Всем здравствуй. Лапа от Наринбурга. В этом году у меня плодоносили две яблоньки из семян Анатолия Косинца и на юг. Я уже сколько, вместо того, чтобы порадоваться, я ругаюсь. Почему у меня нет ваших фотографий? Вы понимаете, что яблоньки это самое слабое место в нашей технологии. Я уже показывал, абрикосы из косточек прекрасные получаются. Ну, помельче. Да вот. Ну, такие же вкусные в основном. Сливы получаются. Груши. Я вообще даже не советую с ними связываться. Ну, дело вкуса. Ну, яблоньки-то. Даже не написано, можно их есть нельзя. Может, они превратились в ранетки. Ну, мне же это всё надо знать. Годы идут. Я же один не успеваю. Видите, я вас отругал именно. Посадка осенняя. А, ой, вот же вы где. Посадка осенняя. Так, это получается 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То есть, закончится восьмой год. Ну, для яблони это нормально. 50-70 грамм летнего, осеннего созревания. Выход 70%. Ух ты, ёлки-палки. Так, увы, ну, вовсернице. Это отличный результат. 50-70 грамм. Ну, получилась полукультурка. Наверняка садили культурную. Так. А вот 70% получили культурную. Вкусные очень. Особенно летние. Ну, что. Можем, если захотим. Так. Привет всем из Екатеринбурга. Спасибо, Александр. У меня также был урожай вишни. Волочный скосик жарится. На четвертый год. Просто шикарный. Северо-Вологодской области. И там же рядом полярный круг. Вы куда залезли-то, Ирина? Что, не могли бы в Крыму? Вон там квартиры продают. Оказывается, элитные. Если у вас есть 5, 7, 10 миллионов. Понятно. Залезли на северо-Вологодскую область. Ну, и лишнее доказательство. Вишни войлочные. Значит. Раз уже шикарно. Значит. Ну, вряд ли вы это привлечите. У меня их полно. И легко размножаются. Но покупают их так мало. Я ничего понять не могу. Ну, почему не нужна сбишня, которая вешает в Горстане? В Самаре. Это плюс 17 или минус 17? Вот что, нас обогнали. Минус 17. Нормально. Ну, у вас еще потеплеет. Да, Сызрань тоже в тех краях. Оренбуржья. 18. Снега нет. Каталог. Семян. Железово. Ссылка не открывается. Много раз пробовал открыть. Давайте так. Я проверю, что там не открывается. Видимо, на сайте. Лучше всего. Все равно каталоги. Все устаревает быстро. Давайте мне быстренько пишите на электронный адрес. И тогда этот. А вот, кстати. Винограда пишет. Открывается. Вот он. Видите? Так. Приеду с Санкт-Петербурга. И по вашей ссылке не открываете. Сами пробуйте. Да. Я боюсь нажимать. Ладно. Это уже не по моей части. Это по части нашего технического руководителя. Антона Валерьевича Сафронова. Так. Здравствуйте, господа садоводы. Валерий Костеевич. Ваши явные игрушки привиты на Сибирках. У Суриках. Они на север ориентированы. А в Краснодаре климат далеко не такой, как у вас. Отсюда следует. Они, по-видимому, не совсем подходят для региона, где я живу. То есть вы живете в Краснодаре, да? Так. Что же вы с вами делаете? Ну, давайте так. Если начинать с корнесобственных, сливы, абрикосы, или как вот, допустим, уины, даже в яблоне, вот все куст все равно будет лучше, чем у нее, допустим. В любом случае. Чем важнее, тем как-то деревья чувствуют, они лучше дают более качественные плоды. Так. Что касается привитых. Ну, получается так. Допустим, нужны ли вам, как по-двоему, именно Сибирки? Именно, в крайнем случае, Ранетки. Ну, Ранетка у нас, это же уже гибрид с культурным. Уже Ранетка пойдет моя. А потом приводить на нее, что хотите. Свои или мои черенки. То есть, с яблонями проблем не будет. Груши, ну, может быть, у Сурика не для вас. И то, кто сказал, живет она в усурийском крае, и живет, переехала в Сибирь, живет, переедет к вам. Ну, допустим, у вас какой-то другой особый климат. Ну, хорошо, изменяем на эту. На сварок. Он сам по себе, допустим, дойдет у вас, его можно кушать. А если, допустим, хоть он не самый роскошный. А как по двой, гибрид с культурным пойдет. Идем дальше. Ну, допустим, маньчжурский абрикос не для вас. А жердели? Я же с Херсонской области привез. Что-то далеко там, пешком, наверное, на телегах ездили. С вашего края на Украину. На телегах. И у вас при Черноморье. И там откуда, тоже при Черноморье. Пожалуйста, жердели. Вот. Тоже подходит. Ну, и плюс к тому же, у сурийского дальневосточного абрикоса, это не только одно название, что они дальневосточные. Они давно перепылились со всеми европейцами. Там уже сам черт не знает, где европейцы. Мне приходят фотографии, говорят, это ваши. Только вот понимаете, бирку я потерял. Попробуйте определить, где какой сорт. Я смотрю, крыша едет. И на тот похожий, и не похожий. И на тот похожий. А эти были с носиком, хвости, носики потеряли. Эти были без носиков, носики были. Вот. Представляете? А сливы? Все равно когда-то они ко мне попали от вас. Почему назад? Венгерка почему не может вернуться в Европу? Да может, конечно. Почему нет? Вот. Ну, китайки, не знаю, до Китая далеко. И вот так все. Видите, она же от вас пришла в Сибирь. Почему не может вернуться к вам обратно, но уже даже улучшенная. И морозстойкость выше, и здоровье больше. Свежая кровь. И плоды не хуже ваших, а то и лучше. Видели мы их подогреваемые. Ну и что получается? Разве я его ваше сомнение или нет? Вот. С юга стороны у меня были считанные заказчики. Помню хоть сейчас. Кабарда раз, Северная Осетия тоже раз. Значит, это Ростов, там пару раз. Значит, это самое. Анапа раз. Одесса раз. Ну, этот самый там. Харьков, само собой. Киев. Все равно это. Ну, не каждый отчитывается, чем дело хочет. Я тогда, самый крупный в моей жизни заказ пришел. Только держите за стул. Вот. Он пришел из Словакии. Прямо со Словакии. По тем временам, через Москву, через Москвичей заказывали. Как переправляли через границу, не знаю. Вот такая посылка. На 70 тысяч. Это как сейчас может быть уже на 100-150 тысяч. Ой, богатый был это. Что там дальше было? Если они садили, как там у них система такая. Они никуда не делись. Знаете, как это? Когда написала книгу Канчвина. Вот. Про этот самый. Про северную черешню. Ну, примерно название. Там слово. То есть, зимняя черешня. В общем. И она там ее фотография с изувеченной черешней. Буквально. Коллега из коллег. Да. Вот. Я потом посмотрел ссылки на кого. Там была Молдавия. Ссылка на немцев. Ссылка. Еще две ссылки. Все с южных краев. Это значит, что могли мои семена посадить. А дальше, как все принято у них, начинать их калечить. Вот так, скорее всего. Поэтому мне очень трудно вам ответить на этот вопрос. А так. Средняя полоса Европы. То есть, Европейская Россия. Пожалуйста. Дальний восторг. Пожалуйста. Урал. Пожалуйста. Это все мое уже. Так. В чем проблема заказать черенки привить на свои подвои? Тоже не проблема. Тем более, ну, если послушал я Курдюова, там у вас дела совсем плохи. Я даже не делюсь, если вообще не сможете достать такие черенки, какие есть у меня. Валерий Константинович. А каким можно собрать такой рыжий груз? Такие яблоки должны упасть на землю. Или плодосборники используют. У меня нет таких проблем. Дело в том, что я должен на данном этапе только доказывать их эффективность. Для этого с дерева я плоды не снимаю, потому что каждый раз, когда отрывается, калечится плодушка. Вот. Поэтому они должны упасть. Часть упавшего идет на семена, остальные сгнивают. Почему? Потому что, когда она упала, у них срок хранения такой маленький. Это груш касается, слив касается. Абрикосовый. У них такой маленький срок хранения, что... Да пропадет и пропадет. Вот так вот примерно. Плодосборника у меня никогда не было и не будет. Вот. Раньше я вам показывал фотографии. Люди приезжали ко мне за саженцем, но на фиг суть прихватывали ведра. В этом году, я же не говорю, что у меня всегда такое. Это последний год, это катастрофа. Интерес с удовольствием так упал, что когда Сергей снизил цену, там до 200-300 рублей на вылочную вишню, на маржурский абрикос. До 600 рублей на роскошные двухлетние красавцы, там Апорты Жигулевские, самые красавцы, саженцы красавцы. До 600 рублей, все равно, вся осень, пусто. То есть, никто не приехал, а я же как. Допустим, бывало как, раз Сергей задержится, семья, то все, а раз машина гудит. Я выхожу, говорю, ну ладно, торговать не буду, но угостить угощу. Я провожу посаду, наклоняется, ну смотря что в то время созрело. Подняли плод второй, а можно с собой, да берите. Вот. Это стало такой редкостью, что весь урожай изменил. Вот и все, что я хочу сказать. Какой это плодосборник? Я говорю о суровой правде. У нас на Алтайе минус 16, какая у вас? Так. Я только днем смотрел, у меня минус 5 тоже было, а ночью я даже не знаю. Дело в том, что я третий день болею, но держусь, как видите. Вот это самое. У нас начались морозы, снег выпал только сегодня. У нас трое суток дуло так, что с ног не валило. А у нас тишина. Нет, ветер был, но... Так. В Москве ноль. Как высохранить черенки до весны? Я про это несколько раз рассказывал. Получили плотное, толстое, толстого полиэтилена. Это может быть мусорные мешки, но самые-таки толстые. Вот. Поменьше там воздуха. Загерметизировали. Вот. И температура плюс 2-3. Где-то около нуля. И вот. И... Под снегом есть свои нюансы. Я один год хранил, потом плюнул, сказал... Страшновато стало. Вот. Особенно, когда промышленный сад у меня был, надо было... Нельзя было год терять. Вот. А так, обычно, погреб, он у меня холодный. Бетонные погреба, они хорошо холод держат. Так. На гибриде афлатуни привита слива юзкая роза. Снизу полез дичок афлатуни. Можно я не привезу слива нюансы? Вопрос по афлатуни только к этому. К нашему другу, значит... Который ею занимается. Представляете, как я старею сейчас сразу этим комом. Так вот, значит... Наверное, можно. Наверное, даже интересно. Но я никогда не советую дать то, что сам не пробовал. Я много знаю. Но всё знать не могу. Так. Для хранения использую вакуумную упаковку для одежды. Что? Наверное, полезно. Похоже, здесь всё с севера. Я... Все здесь с севера. Да, ну... Может быть... Так. Ну, я бы на Кубани вырастил бы запросто. Там есть свои особенности. Самое главное, что это... Общие принципы подходят для любого дерева, для любого региона. Нужно ли выкрывать? Если да, то когда молодец Саренцева, Шелковица. Саренцева приобрел в интернет-магазине Сады России. Нужно ли изучать это? Так, начинается. Я специально не изучал. Я был в Садах России. Я понятия не понял, что там есть Шелковицы. Или они недавно начали этим заниматься. Или они перекупщики. Надо... Виктор, можете задать вопрос? Откуда у вас это? Дровишки, может быть, пусть покажут плавносящие деревья Шелковицы? Откуда они взяли молодец Саренцева? Если укорененные, то еще ладно. Для этого надо молодец Сад иметь. Если семечки, может быть, они просто проращивают, а у самих нет. Обращались же они ко мне за черенками, за семенами груши и за косточками абрикоса. Обращались. Это же Сады России. А там высеяли. Если семечки, шелковицы и семян, то деревья не то, что сразу надо выбрасывать. Но качество они теряют в первом же поколении. Если укорененные, то это хорошо. А еще лучше, если у них своя маточница. Давайте, можете сделать так. Связаться с ними. Поговорить с ними. Написать письмо. Лучше живьем. Покажите шелковицы. Можно прикинуться шлангами, как там говорят. А я хочу врачу шелковицы. Я хочу к вам приехать. Я вас куплю там полсотни сажен. Только, пожалуйста, покажите мне живьем дерево. И послушайте, как они будут или всерьез говорить, или выкручиваться. Обычно выкручиваются. Посмотрим. Так. Валерий Красивич, поделите опытом. Как вы держите приствольный круг в кусарной культуре. Смотрите. Да никак. Сткнул ее и растет. Нету ни круга приствольного, ни на холме, ни на круге. Вот. Для меня это так. Она растет, как сорняк. Его уничтожить невозможно. Поэтому ничего реального у меня нет. В Сибири сухой климат. У нас в городской области сыро и холодно. Что для грибковых заболеваний плохо. Нету грибковых заболеваний. Нету. Деревья не поэтому хом покрываются. А потому что им там плохо. Вот представьте себе. Груши, абрикосы. Они из тех мест их родины. Это я говорю не читая книг. Я просто знаю, понимаю и чувствую. У них на их исторической родине, в абрикосу, груш особенно, сухой климат был миллионы лет. И на хрен их в Ленинградской области попали и начинают гнить. Когда часть, постепенно, это не в один день происходит, когда отмирает травесина, её начинают жрать грибы. Если вы берёте и опрыскали, потому что грибки по глупости, по недоразумению называют болезнью, вы можете немножко остановить их развитие. Они живые яды не любят. Но дерево продолжает умирать. Понимаете? Оно просто как умирало, так и умирает. Потому что не хрен, я уже так как бы образно, не то что я матерюсь, ну, пытаюсь, чтобы не обидеть тебя, что ещё Танечка, ещё обидеться на меня. Я просто, ну, как бы мягко сказать. Но чёрт-то ваш климат для них, когда он не предназначен для Радского. Вот вся причина. Теперь они спрашивают. Помните, или тут было, или раньше. Или я не ответил ещё на этот вопрос. Может, не дошёл до него. А такой же похожий на вас. А что же нам делать-то? Если я жердаль привёз с юга Украины, а там зимой плюс 5, минус 5, плюс 5, минус 5, сырые туманы стоят, сырые, стопроцентная влажность в воздухе. И так всю зиму. Дождь как начинает накрапывать. Давай в Ленинградской области не видели, какая там это, Кирсовская область, как она там, как называется-то, влажность воздуха. Там хлеб не прячут. Это мы, у нас же как, если я оставил хлеб, он через 3 часа становится сухой корочкой. Сухой климат. Сибирь. А там хлеб не прячут, потому что он пролежит день, два, три, он такой же мягкий. Проверял. И получается. Ну, наверное, если я оттуда привёз жердаль, наверное, вам нужно или от меня брать эти черенки, у себя прививать. Или не связываться с абрикосами. Но есть ещё благо. Для меня, Париж, Франция, это тоже сырость. Вы знаете, там климат намного мягче, что там с одной стороны, кто помнит школьную географию, с одной стороны там, значит, Франция, океан Атлантический, с другой, Средиземное море, также немаленькое, огромное. И они посередки, то оттуда, то оттуда. Какой там сухой климат? Там сырой климат. Там тепло. Оттуда ко мне попали Королевские. Оттуда. Не сразу, а так потихонечку добрались до Сибири. Так. Никогда я на них не видел никаких грибов. А может, это ваш шанс? Гарантии не даю. Но я же не могу один отвечать за всех. Как этот говорил, покойный Жванецкий, когда был живой. Дежурный по стране. Может, день дежурит по стране, но за все я отвечать не могу. Пробуйте. Тем более, все мои костики, любую возьми. Сыновя манчжурцы, там Амур и все. Вот. Вы что думаете, с Дальнего Востока Амур и эти самые, они же что там, в сухом климате были? Включите телевизор. Хоть раз в неделю, обязательно потопы и циклоны. Надо пробовать. Просто, понимаете, деревья покрываются мхом. Деревья изувечат. И тогда вот те же феи. И тогда они покрываются мхом. Я хочу, чтобы вы это осознали. Начайте с нуля. Там уже есть первые успехи. Я же вам показывал. Уже довели за полношение. Так. Адриан. Я из Белгородской области. У меня раз социальность и скотча семья чекуляра. 1972 год. Так. Привиты черенки слива, абрикосов, груш, яблоки. Черенки прижились 100%. Ух ты, ё-моё. 100%. Ну, понимаете, в чём дело. Если это мои подвои и мои приводы, то 100% это гарантировано. Если на какие попало, то если у вас на что попало, то это просто волшебник, если у вас что-то такое. Надеюсь дождаться первых урожаев. Дождутся куда-нибудь делаться. Главное, дерево не калечите. И почву. Так. Может, кто-нибудь подскажет надёжный метод борьбы с кротами. У меня язык не поворачивается. Я по натуре этот, как он называется. Гуманист. Я и мышей-то жалею. Лучше от мышей отгородиться, чем их убивать. А кроты, ну, скажу уже, ладно. Прислали мне способ. У них же все эти подземные ходы, они же все соединяются между собой. Вот. В выходной трубе подсоединяются фланг, суют по этому. Включают, суют второй конец фланга в нору и включают это. Я об этом не говорил. Жалко. Так. Не надо кротов трогать. Они уничтожают личину майского жука и другое. Я за свою жизнь видел у нас, посмотрите, какой у нас климат. И майский жук есть. Это признак, как бы, этого. И два раза умудряются как-то жить и размножаться. Если я перекопал гектары, если за все годы, лопатой, и один раз личинку всего увидел. И один раз живого, даже фотографию сделал, жука на дереве, я так еще удивился. Это же прилететь, еще отложить, эту самую личинку отложить. Зато у нас нет кротов. Так, Максим. Сибирь неблагоприятна для садоводства Карроси. Здесь, в 18 веке, помещики распахивали не больше одной пятой, что сейчас идут. Вы знаете, как сказать, Сибирь в целом неблагоприятна. Я с вами согласен. Вот. Сделать ее максимально благоприятной, это нужно брать хитростью, что ли. Ну, человек не рассчитан жить на морозе. Ну, валенки-то одевает. Дальше не хочу говорить. Не было бы на неблагоприятном принципе, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Так. Всем добрый вечер. Рудикосец. Заказал саженцы персиков абрикосов у Сергея Женезова. Видео по посадке ухода найти не могу. Сотнифирма. Да, а, именно саженцы. Я тут привыкнусь, я с косик. Огромное количество информации. Будьте, помогите, моя почта такая-то. Я сейчас, когда отключусь, я больше сюда попасть не могу. Напишите мне письмо на мою электронную почту, и чтобы вот этот ваш был адрес. Здесь я, как отключу, больше не смогу попасть. У нас в Томске минус 10. Нормально. еще, а я еще подумаю, где вы это... А, погодите. Я же не дурак, я же наполовину украинец. Вот, я так полшутя говорю. Вот, у меня диски, их 20. Есть три диска, московский вебинар. Есть два диска, красноярский вебинар. Полностью записан. Есть диски, где я с телевидением снимал. А потом показывали. Абакан показывал. Минусин, Саиногорский. Так? Вот. И что получается? Значит, короткий совет я могу набегу сказать. Делайте на холм. Значит, половину отрезайте, если увидели, что это самое... Ой, ладно, не смогу я сейчас это. А так, риск стоит 300 рублей уже. Я эти 300 рублей заработал, честное слово. Два диска 600, а если диска сразу 13, то там скидка большая. Вот, все. Я уже, считайте, ответил на вопрос. Так, добрый вечер. Видел ваш вебинар про растения химер в вашем саду. А-а-а. О-о-о. Химера, это моя слабость. У вас была интересная химера слива. Но кошки не сохранились. Если бы с ними рассчитывали получить, об этом не знает ни один человек на планете. Необычные косточки. Тройная сладость. Мне бы просто Бог посылал, для того, чтобы я обратил внимание именно на химеры. Так. Дерево-то это уже нет. Косточек нет. Но то, что получилось нечто совершенно невообразимое. Так. Что у них от подвоя. Что-то от привоя. Потому что получилось и не в подвой, и не в привой. И вы меня спрашиваете. Посадил бы. Ну, тогда. У меня же был особый случай. Сейчас все равно мы время есть заканчиваем. Я говорю, я этот случай раз рассказывал, повторю. Потому что обида сидит. Прошло 20 или 25 лет. Появились новые русские. Ко мне поехали в сад. А тогда они... Это почти потом они накупили этих вилл в Италии в этом самом. И в Евангелии. Это потом. А на тот момент ко мне приезжали предприниматели на таких автомобилях, что я их в первую жизнь не видел. Не знал даже, как называется. Так. Сами помогали копать саженцы. И вот один из них приехал осенью. Как это самое. Я введу по саду. Случай особый. Потому что там... Я такие вещи не запомняю. По неволе запомнишь. Подвожу к дереву. Три скелетные прививки. На каждой висят сливы. Ну, в среднем по 100 грамм. Тут три штучки. Тут пять штучек. И там восемь. Так. И вот. У него такие глаза. Я хочу. Я говорю, как вы хотите. Понимаете, это первый урожай. Мне прислали там. Я уже забыл откуда. В какого города, да. Вот. Я привил. Они получились необыкновенно крупные. А если посмотреть по справочникам советским, должно быть там 20 грамм, 30 грамм. А тут 68, 100. Вот. Я хочу. Я говорю, как вы хотите. Понимаете. Я еще даже их размножать не размножал. Вот три веточки. Три прививки. Самое интересное было потом. И что, как бы это встать на очередь-то все. Я говорю, это самое. Взял и ляпнул. Вот так взял и ляпнул. Говорю, весной они будут мертвые. Он на меня посмотрел. Вы преступник, Валерий Константинович. Понимаете. Работаю на заводе. Строю дом на острове. Это самое. Ни сил, ни времени. Спал по пять часов. С тех пор, до сих пор, научился каждую минуту считать. Попробуйте после завода еще на Байдарке, на остров приплыть. А еще вернуться. Еще когда уснешь. Вот. Я преступник. Я тогда обратился. Это у меня наболело. Я обратился к губернатору, тогдашнему еще. Ответ приходит мне с губернатора. Ответ приходит. Спускали вниз. Мне нужна помощь. У меня особо эти. Сорта их надо спасать. Помогите. А их пускали от губернатора вниз, вниз, вниз. И злобный голос из этого. Из Шушенского этого. И как он. Администрации. Чего вы от нас хотите? Я сказал ничего. И трубку положил. И вторая такая же попытка. Пожалуйста, берите кредит. Вот вся помощь науки. А они взяли, весна пришла, они все три мертвые. Вы представляете? Когда бы я успел все это сделать? Когда бы я им рот проделал? А семью кормить кто будет? Видите, опять завелся. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Наверное, только меры и были. Сильно уж необычные были сливы. Но крупность, господи. У меня есть одна фотография. Одну-то я сохранил. Ну ладно, не до этого. Вы посмотрели, бахнули. Недавно получил посылку с вишнями. В том числе, что с какими из них делать? Что стоит прививать? Может, все привить? Не стоит надеяться на съедобные плоды. Ну, вишня, знаете как? У меня вишня сибирская штаба. А это одичавшая. Потому что, когда одно дерево дало крупную вишню, я догадался. В Сибири мельчали, мельчали. Нет, не деградировали. Приспосабливались. Я новое слово придумал. Деградация неправильная. И портятся сорта, как там у одного авторитета было слово. Крупнейшего в мире авторитета. Что сорта портятся. Нет. Приспосабливаются. Мельчали, мельчали. Бах, в один год стоят деревья. Да. Вот они сплошь. И на одной плоды, как на юге. Я понял. Значит, они просто, когда это укропнилось внезапно, на колесом самом деле, я понял. Это одичавшие эти, европейские вишни. Но они сейчас у меня практически несъедобные. Их надо переработку, да. И по двое хорошее. Я на них привил же и жуковскую с юга Украины. Вот. А это раз. Теперь вишни у меня есть с генами черешни. Они крупнее. Но это у меня крупнее. На привитом дереве. А что выросли с косточки? Или получится лучше, или хуже? Не знаю. Дальше идет вишня жуковская с генами черешни. Вот. Тоже интересно. Привезти с Киршинской области. И за 20-30 лет ни одной суховеточки. Они все разные. И получается, вы хотите их все привить, что вдруг съедобные плоды. Я не знаю. Есть люди, так сказать, это уже зависит от нашего характера. Хотите, прививайте. Хотите, ждите урожая. Потом можно привить попозже. Перепривив. Ну, добавим. Вот. Часть привить. Скелетные привки. Вот. Это тоже не болезнь. Что не надо брать, как я вам показывал, эти скребки, стамески, дикость это все. Вот. Эти щетки металлические. Не надо брать. Как оно есть, так оно и есть. Это реакция дерева. И мало того, почему с северной стороны. Потому что это же не случайно. Я вспомнил, что полоса назвала. Я назвал это шубой. А не болезнью. Другое дело, что у каждого дерева есть. Детство, взрослое состояние и старость. У плодовых деревьев, чем, как ее называть, чистая, блестящая кора, грянцевая. Это значит, что дерево и в 10-20-30 лет молодое появляется уже, когда на ней мох. Я же не говорю, что его скрести надо. Когда появляется мох, это старость. А калечение дерева, те же самые, так называемые эти, раны на кольцо, обрезка на кольцо. Это приближение старости. И оно уже не на старом 30-40 лет дереве, а на молодом 10-20 лет. Старость приблизили. Вот что означает. Не знаю, получилось ли у меня, ответ не получилось. Здравствуйте, черники, по какой цене? Уже 150 лили. Уже есть несколько сортов по 200. Дело в том, что это очень важно для меня. Деревья калечатся страшно. Очень страшно. Вы бы видели, а я безусловно смотреть не могу. Я бы сейчас бы не продавал. Я мог только на семенах выжить. Я бы, например, да. Но тут, понимаете, я уже не могу. Есть такое, как Сент-Экзюпери. Есть у него знаменитое на весь мир. Ну, знаете-то такое. Вы, конечно, знаете. Так вот, у него есть знаменитое, главное выражение всей его жизни. Мы отвечаем за тех, кого приручили. Понимаете? И денег по Заяну не хватает. Я из-за этого режу. Это одна причина. И черники калечу деревья. А вторая причина, она гораздо проще. Черники, которые попали в ваши сады, послужат доказательством того, что да, когда-то и в Крыму, когда-то и в Израиле, и как в этом самом... Я вспоминал Словению, Словакию. Я вспоминал, не раз уже вспомните, Эстонию, Литву. Я вспоминал Францию, Швеции был заказ. Ну, с Запада совсем мало заказов. Когда требуют на английский переходить. Все, я говорю, нет, нет. Нет у меня семенков нет у меня. Это не моя головная боль. Я в английский до сих пор знаю только... Считать умеет до 10. Больше ничего не помню. Вот. Вот по-украински помню. Здоровенький был. Так вот. Получается, цену я определяю так. 150 средняя цена. 100 рублей. Это особый случай, где хочу говорить про эти... Потому что вы тут же скажете мне по 100. Вот. Несколько по 200, остальные по 100. Остальные по 150. Считайте, что дорого. Пошлите мне куда-нибудь. Вот. И ищите в другом месте. Вот. Но только узнавайте так. Пока питомник, который вам продать черенки, не покажет свой материнский сад, не берите. Так. Что такое овощная степна? Это что? О чем речь? А! Сколько стоит? У меня все по 150 рублей. Вот. Почему? Потому что степной уже не будет, наверное. У меня умирает последнее дерево. А не так оно уже долголетиным стало. Четвертый десяток пошел. Раз. Вот. Замену я ее не готовил. Хотя, конечно, зря. Единственное, что у меня есть запас небольшой. С несколько сотен косточек степной может быть есть. Потом. Да может я, может, если Ирин Александр все-таки здесь корни пустит. Может она уже вырастет степной. Пока косточки еще есть. Потому что сейчас последняя погибает она. Она пережила все, что можно. И уже не то, что она больная. Глубокая старость. А волочка у меня, она каждый год дает несколько веточек. И все. Ну, тоже молодежи, как сказать. Из тех, которые... Вот, допустим, у меня есть там 3-4 волочных веточек. Помните, сегодня кто-то хвалил ее там с генами челюсти. Вот эти я оттуда веточки беру. А их почти нет. Они уже взрослые. А у них уже семена. А у Сергея есть это. Я могу нарезать прямо с его саженца. А что там вырастет? А мне надо, чтобы меня только хвалили. И получается, я все детское веточек могу срезать деревья, которые тоже калечатся. Вольственная вишня. Мне, знаете, как обидно было. Вдруг сухая ветка. А я так хвастался вот этой. Самой роскошной. И вдруг смотрю, сухая ветка. Значит, дорезался я. Дорезался. Поэтому 150 рублей, это еще и дешево. Учитывая качество плодов. Так, ну что, закончили вроде бы. На всякий случай напомню. Так, ну-ка, ну-ка, что пишите мне. Ваши семья стоят своих денег. Шепотом надели им цена намного больше. Но брать не буду. Один из вас сказал. Поверю только назвать не буду. Ну, клянусь, что это правда. Один из вас, кто сейчас меня слышит, сказал. 500 рублей красная цена. Ну, правда, после того, когда это самое. Уже потом. Когда сделка состоялась. Так, нет? Он говорит, мне все-таки надо поднимать вам цены до 500. Но он уже не рисковал. Вот видите, как бывает. Он на полной середине поднимает до 500. Но я не продам столько. Я знаю, люди не купят. Это бесполезно. У меня все эти косточки уникальные. Берут, но я не жалуюсь. Ну, лучше бы больше брали. Вот. Ну, что, друзья. Все вроде бы. Поговорили. А, каталог Семен. Нажимайте. Каталог Черенков. Где-то тут было. Выше. Нажимайте. Вот. И, наверное. Ну, как кто тут у нас сегодня присутствует. Прямо отключиться. Со всеми поздоровался. 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 Так. Ну, тут, конечно, этого Путина не будет. Понятно. Премьер-министра не будет. Министра сельского хозяйства не будет. Министра. Нового гипотеза. Представляете, если бы был бы. Такой народный бы. Это там, где-то за границей. Министр может на велосипеде на работу ездить. И очереди стоять. В этом самом. Сапице. Так. Половина фамилии знакомых. Здорово. Ну, что, друзья. Все. Будем заканчивать. Не буду испытывать ваше терпение. До свидания. До следующего понедельника. Мы сегодня рассмотрели 20% того, что я приготовил. Коротко не могу. Как в анекдоте. Да, нет. Пошел нафиг. Три варианта. До свидания, друзья. А, минутку, минутку, минутку. Сергей забрасывается доводиться постепенно. Да, постепенно. Это горько. Горько. Дело в том, что сейчас в деревне оказалось некому работать. Большая деревня. Идти в магазин. Он себя не окупает. Идти в магазин на скромную зарплату. Нашел только одну даму. Снизил время продажи. Три дня одна. Три дня он. Вот это Сергей. Будущее нашей науки. Когда-нибудь будущее академика. То есть он будет вспоминать, когда трудно годы. Как я вспоминал, когда я работал в детских садиках. Когда мне сожгли сад на острове. Он тоже будет говорить. А я, он, продавцом работал. А может быть, никогда уже не будет он академиком. И никогда не получит наука наших лучших в мире клонов. И никогда эта наука не получит лучшего привальщика в России. Вот. Вот это. Так что, Пётр, это горькая тема. Его наступили. Да, постепенно бросает. Почему? Потому что я хожу по саду. Вот тут бы надо. Вот тут бы надо. Вот тут бы надо. А он в это время торгует этим пивом и хлебом. Представляете? Вот это страшная вещь. Когда в институт гони монету. Агронома, владельца лучшего сада и питомника. Агронома со средне-техническим образованием. Настоящего агронома с дипломом. Не взяли на первый курс. Сказали, платим монету. На первый курс этого университета. Это у нас только такое может быть. В России. То есть, его сразу можно кафедру давать. Потянет сходу. Ну, как-то это. Вы понимаете, что Мичурину дали академика за работу. А не за толстую-толстую диссертацию. За то, чтобы бумагу перевел. И Королев ракеты строил. Сперва ракету запустил. Потом его автоматом сделали академик. Так, где каталог Севенков? Каталог Севенков. Напишите, я выдам свежий. Очень трудно делать изменения на моем сайте. Пишите мне на мой электронный адрес. Я выше. Так, а что Ирина не успела, я не знаю. Что она не успела. Я еще не отключился, Ирина. И народ весь тут. Все свои. А что вы, что не успела. Ну, ладно. Все-таки давайте не используем терпение. Не последний этот самый разговор. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Антон Валерьевич, спасибо, чтобы мы без вас сделали. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...